Американцы вновь шокированы, не успели они прийти в себя от массового убийства. После массового убийства удался, как новая перестрелка. На этот раз прямо в здании суда, в городке Сент-Джозеф. Он находится рядом с Чикаго. Преступник убил двух судебных приставов. Сейчас полиция выясняет, как арестованному удалось отобрать оружие конвоира. Итак, арестованный, отобрав оружие, также ранил еще двух помощников шерифа. Сейчас оба в больнице. Сам нападавший застрелен там же, в здании суда. Уже известно его имя, Ларри Гордон, вор-рецидивист. Ему было 44 года. Но случай нападения на сотрудников правоохранительных органов вызвал в США целый шквал комментариев. При этом известные политики и общественные деятели высказывают противоположное мнение. Одни считают, что полицейские плохо работают и сами провоцируют нападение. А другие, как, например, Дональд Трамп, уверены, что все эти атаки спланированы с целью подорвать безопасность страны. Нападение на полицейских – это нападение на нашу страну. Весь наш народ переживает и еще долго не сможет успокоиться. Ведь число погибших офицеров постоянно растет. Надо с этим бороться. Ведь американская полиция – это те люди, кто противостоит тотальному хаосу и сохраняет США цивилизованной страной. Комментируя ситуацию с участившимися нападениями на полицейских даже актеров, Дэймон на примере своего нового фильма о суперагенте Джеймси Борни в Лондоне заявил, что у жителей США на руках слишком много оружия, которое никто не контролирует. Знаете, когда я сказал о необходимости ввести запрет на продажу оружия гражданам, все начали меня критиковать. И вот последние события доказывают – это очень плохо, когда любой может купить себе автомат Калашникова. Но американцы пока не готовы поступить со своим правом на ношение оружия, даже ради безопасности своей и окружающей. Продолжение следует...